Цвет траура – это белый цвет, а цвет жизни – это черный. Белый холод, смерть, черный, плодородная земля, жизнь – такова цветовая философия славян. Художник Елена Леонтьева уже 10 лет как расписывает предметы утвари в сибирско-уральском стиле. С ним, говорит, сошлись характером. Философия росписи, пришедшая к нам от старообрядцев, проста. Крестьянские ценности, дом, семья, связь поколений. Через вот такие картинки передавали какие-то казы о вечных ценностях. Птицы – это обязательно солнышко, во-первых. Во-вторых, это обязательно, чтобы щебетали там дети. В-третьих, это какая-то любовь. Что ж мы голубей-то, думаете, просто так запускаем? Дверь, чаши, кружки, чайнички – детская игрушка в простонародье топорушка. Ее история уходит корнями в прошлое. 200 лет назад, во время плотницких работ, оставались обрезки. Из них народные умельцы мастерили простейшие забавы. Вряд ли теми инструментами и умениями плотника можно было красивое лицо сделать. Его просто оставляли чистым. Ну что такое чистота, как не красота? Помните выражение «бить баклуши»? Это значит делать ложки у старообрядцев. Это был расходный материал после ужина. Они кидали их в костер и сжигали. А на утро уже ели новыми. Воспоминания из прошлого. На самом деле изделия вне времени. Линейки авторских сувениров пользуются спросом, но, как правило, пока у старшего поколения. Более молодое поколение, кому 20, там 25, они как-то так, для них это как что-то бабушкино совсем, наверное. Они так неловко от себя чувствуют и переходят на полки более чистым товаром, графическим, понятным. Пока люди предпочитают этническую продукцию горного Алтая или расписную праздничную хламу, пришедшую к нам из Центральной России. Но с этого года туристов края будут привлекать и к нашей культуре, где ценились простые вещи. А об этом говорит вся мировая культура. Достаточно вспомнить голливудский блокбастер «Индиана Джонс», где в финале герою нужно среди сотен красивейших чаш найти священный Граль. Им оказывается кубок простого плотника, который спасает его отца. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.